Доллар и евро Заработает ли этот механизм, в какие сроки и для чего это делается? Мы разбирались с постоянным экспертом накануне ТВ, руководителем Института проблем глобализации Михаилом Делягиным. И если мы не сможем сделать сроки в реверной валюции к тому времени, то у нас будут большие проблемы с территориальной целостностью торговли. Чтобы бездолларовая схема торговли заработала, необходимо либо придумать механизм ценообразования, либо создать товарно-сырьевую биржу для стран-участниц, уверен эксперт. Механизмом ценообразования пока никто не занимается, а без него придется брать мировые цены, цены в долларах, что бессмысленно. Если же просто переводить в валюту стран-участниц, это не будет чем-то критически значимым. Такой механизм уже частично реализован с Китаем. Есть ли смысл проводить эти серьезные изменения? Путин предлагает бездолларовую схему взаиморасчетов в рамках соглашения, о сотрудничестве в области организации интегрированного валютного рынка государств-участников СНГ. Оно подписано в 2012 году, с тех пор многое изменилось и в экономике, и в геополитике. Кого в итоге эта схема заинтересует? В основном, меня интересует, потому что казахстанское руководство понимает перспективы очень серьезные. Белоруссию посмотрим, зависит от конкретных условий. Армения, посмотрим, там, судя по всему, судя по их протестам против российского бизнеса, весьма возможен в воздревом будущем государственный переворот и превращение Армении в микроукраину. Потому что в том времени Молдавия уйдет. СНГ не образует единого экономического организма. Дай бог, что это сделается в рамках Евразийского экономического союза. В эфире была рубрика «Экспертное мнение» специально для Накануне ТВ. Подписывайтесь на канал Накануне ТВ и смотрите другие видео из рубрики «Экспертное мнение». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова